Северный город в студии 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 Субтитры создавал DimaTorzok Юбилярам предложили, как когда-то 50 лет назад, подойти к столу, чтобы расписаться в документах. Теперь их подписи будут храниться в книге почетных гостей Устилимского отдела ЗАГС. Звучали теплые слова в адрес молодоженов от родных и друзей, товарищей по работе. После они исполнили заветный свадебный танец. После торжества, поздравлений, вручения цветов и подарков, юбиляры рассказали нам свой секрет семейного счастья. Любовь, все, любили друг друга. Вот и живем. Все, весь секрет. А когда любишь, прощаешь друг друга. Прощать что-то. Где-то когда-то смолчать, где-то когда-то настоять на своем, другому подчиниться, прислушаться. Ну и все, делать, помогать друг другу. Детей также воспитывали, детям помогаем. И они нас не забывают всегда, и родственники также. И все. И спасибо большое родителям, уже покойным, моим и его родителям. Мы самые первые дети у них-то, что они смогли в нас заложить то, что мы смогли столько прожить. Они, правда, ни одни не смогли, ни та, ни та семья прожить. А мы прожили столько лет. Спасибо им большое. Все в любви. Все в любви. Мы поздравляем Виктора и Александру Сапожниковых с золотым юбилеем. И желаем крепкого здоровья, мира и благополучия. И как можно дольше оставаться достойным примером для молодого поколения. Алена Феоктистова, Александр Килин. Информационная программа. Северный город. В минувшую пятницу детско-юношеская спортивная школа «Лесохимик» провожала своих выпускников. Праздничный вечер прошел в ДК имени Наймушина. В торжественной обстановке подводились итоги уходящего учебного года. И чествовали юных спортсменов. Подробности у нашего корреспондента. В этот праздничный вечер в стенах ДК Наймушина собралось много устилимцев. Юные спортсмены, те, кто заканчивает школу, их родители и тренеры-преподаватели. На мероприятии спортивной надежды подводились итоги 2016-2017 учебного года. 64 выпускника получили дипломы футболистов и баскетболистов, баксеров, пловцов, хоккеистов и других. Всего в школе 14 отделений. Первые лица города вышли на сцену с поздравлениями для них. За большим трудом всегда большой опыт. И этот опыт, он будет бесценен в дальнейшей жизни. Потому что еще вроде бы, ну так скажем, юные, молодые люди, а уже не познали и волю к победе, и тяжесть тренировок. Причем это не значит, что это боевые виды спорта или это художественные какие-то виды спорта. Однозначно, в любой тренировке это огромный вклад. И вы за это время, я верю, научились очень многому. И хочу вам пожелать, чтобы в дальнейшем в жизни все эти умения вы использовали на все 120%. На все 120% и с успехом преодолевали и трудности, и принимали радости. И чтобы у вас было множество побед. А если победа не получается, то это временно. И как говорят у спортсменов, тогда красивой игры. Детская спортивно-юношеская школа «Лисохимик» гордостью Стелинска. Ее спортсмены всегда достойно представляют наш город на соревнованиях различных уровней. Большую роль в воспитании сегодняшних выпускников, конечно же, сыграли их тренеры, передавая свой богатый опыт и знания в том или ином виде спорта. 1680 учеников проходят профессиональную подготовку у 36 квалифицированных педагогов. В этом году на официальных всероссийских соревнованиях была завоевана 21 медаль. Из них 3 медали высшего достоинства. На соревнованиях Сибирского федерального округа было завоевано 17 медалей. Из них 6 золотых. А чемпионами Иркутской области стало 45 учащихся ДЮСШа. Ну, это говорит о многом. Завершив первый этап обучения и приобретение мастерства, наверняка многие из ребят продолжат свой спортивный путь в высших учебных заведениях. Кто-то пойдет по другой стезе. Но уверены, что спорт по-прежнему будет неотъемлемой частью их жизни. В этот вечер выпускники ДЮСШа были отмечены почетными грамотами и презентами. А на память героям торжества и гостям праздника продемонстрировали показательные выступления. Я бы хотела нарисовать полет Ветер свободы, что меня вдовесет Я бы хотела время нарисовать Чтобы навеку улыбку свою поймать Чтобы навечно в кратко сады же сеть В рамках оставил твой силуэт Место слез Нарисовать цветы Какое торжество без концерта! Под бурные аплодисменты зрителей Ученики разных отделений представили творческие номера Спортивные достижения выпускников – большой пример для начинающих В спорте нет границ И для ребят из маленького сибирского города Открыты все горизонты Почти полторы тысячи мальчишек и девчонок из поселков Устилимского района Отдохнут этим летом в образовательных и оздоровительных лагерях В этом году в районе будут действовать 10 летних лагерей в 8 поселениях В июне в них отдохнут 1447 ребятишек В июле – 536 В августе – 717 Путевки детям с ограниченными возможностями здоровья Детям группы Риска из многодетных семей Приобретены за счет средств местного бюджета На 148,5 тысяч рублей приобретено 135 путевок Приемка летних лагерей и школьных площадок назначена на 5, 6, 7 июня Открытие на 7, 8 июня С февраля 2017 года в Устилимске проходила спартакиада трудовых коллективов и учащейся молодежи города 20 мая состоялось подведение итогов по всем видам спорта Определение финалистов и распределение призовых мест Кто из участников оказался лучшим, узнаете из следующего материала В рамках спартакиада трудовых коллективов Устилимска в течение 4 месяцев проходили спортивные состязания По волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам, настольному теннису, а также плаванию, стрельбе Всего участвовало 14 команд, но до финала добрались лишь 10 Несмотря на трудовую занятость, участники использовали выходные дни и свободное время Сражаясь за спортивную честь своего предприятия В минувшую субботу подвели итоги ежегодных игр А сейчас я хочу действительно поздравить призеров, победителей спартакиады Пожелать вам дальнейших успехов в ваших мероприятиях, соревнованиях, в которых вы будете участвовать И самое главное, чтобы все проходило у вас в дружеской атмосфере И вы уважали соперников своих Дальнейших побед вам! Спасибо! Победителем спартакиады трудовых коллективов и учащейся молодежи города Устилимска 2017 Заслужена стала Устилимская ТЭЦ По итоговым протоколам соревнований она была ловчее и быстрее остальных участников Третье место в спартакиаде трудовых коллективов занимает группа Иринс Второе место команда Лесохимев Абсолютными диспортными чемпионами спартакиады трудовых коллективов Устилимская ТЭЦ Подобные состязания проводятся каждый год Их организатором является управление физкультуры, спорта и молодежной политики администрации города Устилимска Хочется верить, что с каждым годом количество команд будет только увеличиваться Так как это масса впечатлений и положительных эмоций Слова благодарности в адрес всех участников выразила инструктор-методист Надежда Ковалева Большую благодарность всем, кто обеспечивал судейство, помогал мне Ну и я старалась в рамках положения выступать Положение всегда составляется согласованно с профсоюзами активных организаций Которые у нас заявляются каждый год по видам спорта То есть мы с ними обсуждаем, как бы было честно отсудить спартакиаду То есть и уже на этих знаниях мы строим свою работу Елена Шаверина, Александр Килин, информационная программа «Северный город» На этом наш выпуск подошел к концу С вами была Анастасия Матвеева Всего доброго, до встречи в следующем эфире Редактор субтитров А.Семкин